Коммерсант ФМ Радио новостей 21 час и 3 минуты в Москве В студии Пётр Косенко и с Олегом Богдановым Мы подводим финансовые итоги Сегодняшнего дня День сегодня очень любопытен и интенсивен С точки зрения движения цен Различных активов Во-первых, немного выдохнули инвесторы После выходных Оказалось, что немножко спало напряжение Вокруг Северной Кореи Никаких боевых действий не началось Два последних дня на прошлой неделе На рынках было просто Такое нервное напряжение Рынки трясло, индексы активно снижались Так не падали они в этом году Никогда, я говорю О американских индексах и европейских Но вот сегодня выдохнули И плюс процент в итоге В Европе в среднем Даже больше процента, две десятых В Германии и в Соединенных Штатах На данную минуту наблюдается тоже Процентное движение по индексам Долженность немножко меньше Растет на шесть десятых процентов Он повысился к данной минуте Много различных было макроэкономических данных Которые носят стратегический характер Я бы, конечно, вот сейчас как раз Остановился на ценных на нефть Они снижаются на два процента Пятьдесят один доллар ровно стоит бренд Но сегодня в первой половине дня Где-то до семнадцати часов До открытия Намикса Цены бурно, ну, хорошо росли Пятьдесят два тридцать Мы видели такой уровень по бренду Это было вызвано сообщениями из Ливии О том, что в результате Превентивных действий властей Для того, чтобы усилить безопасность Они прекратили поставки С основного месторождения нефти Где-то объем поставок оценивали Объем недопоставок оценили В двести тысяч баррелей И этим был вызван рост цен на нефть Но гораздо главнее и фундаментальнее оказался китайский фактор Дело в том, что сегодня ночью Выходил блок китайской статистики за июль Это промпроизводство, розничные продажи, инвестиции И все три показателя оказались хуже прогноза Особенно промышленное производство в Китае Рост 6,4% Ну, очевидно, темпы снизились существенно До этого в июне темпы роста были 7,6% И многие эксперты отмечают, что в Китае В связи с неким охлаждением и замедлением Явно падает спрос на нефть и нефтепродукты И вот этот фундаментальный фактор Наряду с тем, что в Америке растет добыча нефти Растет активность сланцевых компаний Плюс три буровых Оказалось по итогам прошедшей недели По данным Baker Hughes ОПЕК наращивает добычу Это данные самого же ОПЕК За июнь, включая Саудовскую Аравию Все нарастили добычу С Российской Федерацией вопрос остается открытым Потому что тут выясняют Комплайнс соглашения ОПЕК И вот это расхождение на фоне падения спроса в Китае Как раз и вызвало такую достаточно бурную реакцию С открытием Наймикса С открытием торговли в Нью-Йорке Просто это обвально цены Рухнули на доллар Сначала на доллар, а сейчас еще на полдоллара Вот до закрытия немного времени 51 доллар Сейчас за этот уровень идет борьба Вот это то главное, что произошло Рубль хуже себя чувствует Уже в вечернюю сессию 59.80 сейчас в пара Доллар рубль, евро рубль 70.41 Было бы хуже, но тут обстановка у нас С ликвидностью не очень благоприятная О чем говорят операции РИПО по фиксированной ставке с центральным банком По 10% банки в пятницу взяли максимальную сумму в этом году 666 миллиардов рублей Это говорит о серьезном стрессовом состоянии Некоторых крупных финансовых организаций Объем операций нарастает Завтра ЦБ депозитное Аукцион, кстати, проведет Ну и это плюс налоговый период Поддерживает, конечно, рубль Спрос на рубли высокий Несмотря на то, что и цены на нефть упали И общая конъюнктура неблагоприятна была Для валюты emerging markets Сегодня они корректировались И австралийский доллар Упал прилично И канадский доллар к американскому Ну и в целом доллар отыгрывает позиции Вот после пятницы После низких данных по инфляции в США Казалось, что продолжится активное снижение доллара Этого не произошло Доходности на рынке облигаций казначейских в США Стоят выше уровня 2.20 по 10-летним 2.22 только что Билл Дадли, руководитель Нью-Йоркского Федерального резервного банка Заявил, что Рынок Настроение Вот так дословно Настроение рынка на то, что ФРС Начнет сокращать баланс уже в сентябре Вполне резонно Это цитата из Вильяма Дадли И доллар Дальше начал расти Продолжил свой рост по отношению к основным валютам Евро 1.1777 Фунт 1.2963 Но по-прежнему некоторые игроки считают Что доллар будет продолжать снижаться Говорит начальник Центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин Безусловно Эта ситуация может притормозить цикл повышения ставок Федрезерва Я бы не исключал того момента Что повышения не будет Оказывает некоторое давление на доллар Я не думаю, что это давление будет сильным Потому что и в других регионах ситуация Тоже не столь позитивна Как это ожидалось в последние месяцы Ну, Егор Сусин считает, что давление будет не сильным на американский доллар Собственно, это мы и наблюдаем Обсудим общую ситуацию на рынке У нас на связи начальник анализического департамента Управляющего компанией БК Сбережения Сергей Суверов Сергей, добрый вечер Добрый вечер Ну, смотрите, очень много различных событий Так сказать, входящих данных Которые влияют на курсы образования Давайте вот с последних данных американских Начнем пятничных данных по инфляции Так ли очевидно, что ФРС больше ставки не повысит в этом году? Ну, я думаю, что касается сентября То вопрос назначен И представители ФРС прозрачно намекнули Что воздержится повышение ставки И действительно, они обращают все большее влияние на инфляцию Инфляция остается низкой Она хуже, ниже, чем прогнозы аналитиков Она ниже, чем таргет ФРС Который, по-моему, составляет 2% Поэтому в сентябре резона повышать никакого нет Но что касается декабря То тут ситуация пока непонятная То есть взгляды разнятся Впереди много месяцев и много данных, наверное Впереди много месяцев, много данных Пока, в общем-то, не очень понятно И все будет зависеть от последующей статистики Но действительно, вероятность повышения в декабре Тоже уменьшилась после низких данных по инфляции Поэтому в сентябре давайте посмотрим, что не будет А в декабре будет зависеть от данных Я думаю, так сказать Давайте небольшую паузу, Сергей, сделаем В ближайшие 20 минут губернатора Петербурга Уличили в том, что он болеет за чеченскую футбольную команду А не за зенит Какими последствиями для Георгия Полтавченко это может обернуться Политический обозреватель Коммерсант ФМ через 10 минут А пока продолжаем подводить финансовые итоги дня с Олегом Богдановым Ну и мы рассуждаем об общей диспозиции на валютном глобальном рынке Да и на других площадках, на других рынках активов В связи с сложившейся обстановкой Сегодня у нас на связи управляющая компания БК «Сбережение» Сергей Сувиров Сергей, ну вот смотрите Составка, ну более-менее, так сказать, ситуация отодвигается на конец года Американской Ну вот что любопытно Выходят слабые данные в пятницу Но мы не видим какой-то реакции серьезной на рынке Облигаций казначейских, американских Ну конечно, тут был фактор Северной Кореи Который несколько карт испутал, да Но сегодня этого фактора нет И тоже реакции никакой нет И доллар потихоньку-потихоньку отыгрывает позиции Расчеты и прогнозы экспертов Большинство экспертов На то, что продолжит доллар снижаться достаточно активно И евро, вот тут же не за горами, а 1,20 Вы как на эту тему смотрите? Ну я тоже думаю, что велика вероятность Что будет 1,20 Потому что действительно Составками повременят А что касается Европейского центрального банка То наоборот Все ждут сворачивания программы И количественных чиновников Она будет постепенной Но все-таки она произойдет Кроме того, напомню, что в сентябре состоятся важные выборы В Германии И по всем прогнозам Будет партия Меркель И победа Меркель, мне кажется Еще больше может укрепить позиции Ну Меркель, вчера Меркель, сегодня Меркель, завтра Как-то вот это Что-то меняет для крупных игроков, вы думаете? Ну мне кажется Снижение доллара имеет и политическую подопреку тоже Потому что несмотря на то, что ФРС повышала ставки В первую половину года Доллар только ослаб Кроме как политического объяснения Мне кажется Других быть, наверное, не может Потому что экономическая повестка Трампа Под угрозой Все законопроекты блокируются В Конгрессе В то время как в Европе победили В общем, проженочные кандидаты И победа Меркель Она, мне кажется Как с точки зрения политической Она может укрепить евро Хотя, конечно Тут много еще есть вопросов Во-первых, долларов Слишком сильно уже упало По отношению к другим валютам Особенно к евро Поэтому назрела определенная Техническая коррекция В поисок В общем-то Ослабление евро Это, наверное, может случиться Ну и кроме того Фактор сокращения баланса ФРС Вот давайте на этом остановимся Подробнее Потому что только что Дадли как раз из Нью-Йоркской ФРБ Об этом говорил И намекнул конкретно То, что в сентябре ФРС Начнет Примет решение о сокращении Баланса Как, с практической точки зрения Это будет влиять на все рынки? Ну, этот фактор Он, конечно При прочих равных Приведет к росту доллара Но тут зависит еще От масштаба сокращения баланса Потому что сейчас Он раздуто Составляет Примерно 4,5 триллиона долларов Если ФРС будет сокращать И очень дозированно и медленно Это по сколько тогда в месяц? 5-10 миллиардов? Я слышал Где-то по 10 миллиардов Зачала такая цифра Это, в общем-то Не так много Даже, можно сказать Микроскопическая доза И она какого-то серьезного Верния не окажет А, то есть, извините, Сергей То есть, помните раньше Когда они начинали программу Количественного смягчения Рынок реагировал Как собака Павлова На цифры Вот насколько увеличится Программа, да? Куе А теперь мы будем реагировать От обратного Насколько она Темпы сокращения, да? Насколько она Темпы сокращения Если они будут Лилипудскими, да? То, конечно Какого-то большого Верния не будет Оказать Если же ФРС Будет более агрессивно Сокращать баланс То даже если Ставки не будут повышаться Это приведет В общем-то Коррекция доллара В сторону повышения И Доллар может несколько Отыграть Позиций Поэтому Посмотрим на этот фактор Да, не могу не спросить Про корейский фактор Ушел он, не ушел Что там Как вы считаете Как себя Обезопасить От возможных Так сказать Действий Господина Кинчанына Ну тут Или Дональда Трампа Политику сложно Прогнозировать Но сегодня Была Небольшая Не была небольшая Разрядка После комментариев Президента Южной Кореи Которая Сказала Что нужно Мирным путем Договариваться Северная Корея Кроме того и Китай Тоже Насколько я понял Попросил США Воздерживаться От столь жестких заявлений Но одновременно Они санкции ввели Дополнительные Ну ввели Но тем не менее Они дали понять Что они против Какого-то силового Разрешения Этой ситуации Поэтому Мне кажется Есть небольшая Разрядка Но посмотрим Что будет дальше Трампа Спешно прервал отпуск Это может быть Тоже связано С какими-то Чрезвычайными Русстоятельствами Поэтому Посмотрим Я думаю Что до конца Ситуация не прояснилась Но Небольшая разрядка Сегодня была Я все-таки Надеюсь Что не будет Какой-то войны Потому что Награти Это действительно Непредсказуемые Последствия Для регионов Для всего мира Поэтому я надеюсь Что все-таки Будет какое-то Мирное решение Экономическое За счет удушения Режима Северной Кореи Наверное Будет идти речь А не за счет Военного вмешательства Ну посмотрим Тут сложно Ну это да Тема достаточно сложная Я бы хотел еще Вернуться к нашим Проблемам Ну понятно Сегодня Китайский фактор Повлиял на нефть Сейчас падение Усиливается Смотрю что Пробили 51 50 76 Сейчас Стоит Один баррель Но рубль устойчив Рубль устойчив И видно что Другие факторы Влияют на Курсы образования Внутри нашей страны Вот как вы относитесь К этим разговорам Что внутри Банковской системы Есть определенная Напряженность Связанная она С большим спросом На ликвидность Рублевую Краткосрочную Прежде всего Хотя вот Вроде бы На уровне ставок Не отражается Это Но это Я так понимаю То что мы видим Это ставки по первому кругу Где проблем явно Ну то есть проблем Не может быть Никаких Вот видите ли вы Какую-то напряженность Сергей у нас На межбанковском рынке Напряженность конечно Она обсуждается в прессе Это проблема Крупных частных банков Наверное Они никуда не делись Хотя мне кажется Ситуация Стала немножко полегче Чем где-то Недели две назад Когда Когда ситуация Казалась действительно Критическая Сейчас мне кажется Немножко улеглась Но тем не менее Проблема остается Но почему Рубль крепкий Есть еще несколько причин Мы уже упоминали Это налоговый период Ну и в том числе Это статистика По дефляции В России Которая Выживает спрос На ОФЗ То есть Иностранцы Достаточно активно Ожидание Снижения ставки В сентябре И вот этот спрос На ОФЗ И опционы Хорошо проходят Он поддерживает рубль Ну и плюс того Макростатистика В России Достаточно неплохая Смотрите ОВП вырос В втором квартале На 2,5% Это выше Чем многие прогнозы Аналитиков И в ряде секторов Действительно Очень хорошая Динамика И в транспорте И в строительстве В общем-то И в сельском хозяйстве И в промышленности Просто тоже неплохой Поэтому Как бы вот На фоне Дефляции Хотя она конечно Сезонная И в августе Всегда бывает Хороший знак Для инвесторов В российский ОФЗ Поэтому Наверное Спрос на ОФЗ И вот Ожидание Снижения ставки Центробанком Поддерживает рубль Это главный фактор Что касается нефти Тут тоже не все так Однозначно Потому что смотрите Но уже по-моему К закрытию Все однозначно 2 доллара нефть потеряла Ну почти 2 доллара От максимума Но если мы посмотрим На последний отчет ОПЕК Который был на прошлой неделе Мы видим С одной стороны Что Леви и Нигерия Увеличили добычу С другой стороны Они уже близки К тому уровню Которого они могут Войти в сделку ОПЕК Плюс По сокращению нефти Добычи Поэтому можно ожидать Что в каком-то Обозримой перспективе Леви и Нигерия Присоединятся к этой сделке Это окажется Поддержку нефти Ну а что Касается уровней То нефть уже давно В общем доходит Около 50 долларов Чуть-чуть ниже Чуть выше Но вот этот 50 долларов Является таким рубежом На протяжении которого Днев достаточно долго Времени колебется Поэтому каких-то Пока драматических Событий На онифтенном рынке Мне кажется Не происходит То есть Плюс-минус Два доллара Это нормальная Волатинность Для онифтенного рынка Ну хорошо Спасибо большое На связи у нас был Начальник аналитического Департамента Управляющий компанией БК Сбережения Сергей Суверов Подводили мы итоги Сегодняшнего финансового дня